В наше время у российских студентов есть возможность выиграть различные стипендии. Это и признание научной работы молодых исследователей, и приятный денежный бонус. В этом году обладателями только стипендий правительства Российской Федерации стали 588 студентов российских вузов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. Из них 13 – учащиеся Казанского федерального университета. Но Рислам Шихудзинов – один из тех, кому посчастливилось получить престижную стипендию. Свои исследования он проводил на базе OpenLab экстремальной биологии. Работа студента заключается в установлении роли одного гена в ангидробиозе – в процессе почти полного высыхания ряда живых организмов, в частности одного вида комаров-звонцов и тихоходок. Смотрим, может ли этот ген участвовать в этом процессе, имеет ли он роль какую-то в этом процессе или нет. Я работаю над каким-то маленьким кусочком этого большого проекта, а сам большой проект имеет, конечно, практическую направленность. А так, да, это пока фундаментальная проблема, то есть ее надо решать. В будущем Рислам планирует поступить в магистратуру КФУ. Также молодой ученый намерен продолжить исследования в стенах открытой лаборатории экстремальной биологии. В принципе, молекулярная биология – это такой, скажем, тренд в биологии. Пишется большое количество статей, выпускается большое количество журналов, конференций. И я думаю, что это большая перспектива в будущем, потому что этим важно и нужно заниматься.